Привет, друзья! У меня сегодня дебют. Хочу показать вам свой первый полностью заполненный скетчбук. Рисовать я его начал давным-давно. Точнее говоря, просто использовал как записную книжку. И поначалу здесь не было практически никаких рисунков. Но со временем вдруг я понял, что это достаточно интересное увлечение собирать все свои работы, пусть даже небольшие и несерьезные, в одной маленькой книжице, которую можно носить постоянно с собой. И перелистывая, обновлять свои впечатления. Вот такие здесь были эскизики. Это, собственно говоря, рисунки на тему рыбалки, к которой я увлекаюсь. Вот здесь мы видим, что за 8 лет гелевая ручка дала вот такой вот отпечаток. То есть, видимо, с возрастом, с чернилами что-то происходит. И малискиновская бумага отпечатывает все это, отмарывает на соприкасающуюся страничку. Это эскизик к рассказу моего друга. Друг начал в какой-то момент писать прозу. И попросил нарисовать меня быструю почеркушечку иллюстрацию для его интернет-публикации. Это 2010 год. Серьезно я к этому, конечно же, не относился. Просто по-быстрому нарисовал. Но, тем не менее, ему все понравилось. И он остался доволен. И это прекрасно. Это вот стоит уже 2017 год. Отлистав назад, я показывал сыну, как рисовать маркерами. Хотя, сам, собственно говоря, я бы только начал учиться рисовать. Но, тем не менее. А вот отсюда, примерно, можно сказать, что скетчбук начинается именно как книжка «Постоянный спутник». Я ехал в поезде из Белоруссии. И, собственно говоря, от нечего делать, начал рисовать. И вот, примерно, в тот момент я понял, что, в общем-то, наверное, это здорово. Всегда иметь возможность достать бумагу, ручку, маркер, все что угодно. И рисовать. Это цветные ручки обычные, абсолютно. Не знаю, почему я их с собой взял, но, тем не менее. А вот здесь можно видеть очень странную иллюстрацию. Откопав в шкафу давным-давно купленные маркеры для архитектурного проекта супруги, я вдруг понял, что хочу ими рисовать. И, собственно говоря, начал просто делать ими выкраски. Сделав выкраски салатовым и синим, коричневым, я вдруг увидел там какой-то сюжет и просто надрисовал его поверх гелевой ручки своей любимой. На тот момент любимой. Она такая смешная получилась иллюстрация. Многим она, кстати, очень нравится. Не знаю, почему, но, может быть, за счет своей живости какую-то. Вот здесь, в левой колонке, можно видеть тот набор, который у меня был изначально. То есть, это был какой-то такой непонятный бледненький, салатовый, оранжевый. Даже рыжий, скорее. На этой бумажке Малескина все немножко цвета жухнут. Коричневый, второй коричневый потемнее и некоторый спектр серых. Эти цвета уже у меня появились позже, когда мне старший сын подарил на Новый год набор маркеров графит, по-моему, французских. Вот так себя ведет бумага Малескин с, ну, как бы, по крайней мере, настоящими корейскими маркерами тач. То есть, она пробивает на другую сторону, но абсолютно не делает отпечатка здесь. Я, честно говоря, удивлен, потому что бумага, по-моему, 70 грамм у них. И это здорово. То есть, можно не вырезать никакие картоночки, подкладочки, прокладочки, а рисовать просто смело, ну, в некоторой мере. Не боясь, что испортишь следующий лист. Позже, соответственно, эти листы склеиваются, и получается полноценный разворот, как бы, без всяких вот этих вот штук. Тогда еще я об этом не думал, поэтому рисовал подряд. Вот, допустим, диктофончик, которым я пользуюсь на репетициях. Я просто рисовал. А что делать с оборотом, я, честно говоря, сразу не понял. Поэтому у меня первые страницы были очень смешные. Сейчас, конечно, все уже не так. Я их склеиваю, но тогда это было вот так. Вот это челюсть настоящей щуки. Голова была сварена. Челюсть очищена, засушена. И какое-то время лежала у меня на подоконнике. Здесь, собственно говоря, пока что я работал тем самым ограниченным набором. Это салатовый, серый и черный линер. Вот с другого ракурса. Это свистулечка. Здесь я пробовал выкраски, как ведут себя маркеры при наложениях. Вообще, надо сказать, что ведут они себя очень неоднозначно. Потому что, скажем так, нельзя взять светло-серый и пролессировать им что-то более темное. Светлый маркер всегда начинает вести себя как блендер и размывать просто-напросто цвета. Сейчас я покажу. Вот здесь есть такая выкрасочка у меня смешная. Вот это синий по салатовому, а вот это салатовый по синему. То есть на лицо видны размывы. Спирт просто-таки растворяет темный цвет и начинает расплываться пятнами. Так, вернемся к нашему обзорчику. Ну, вот здесь, допустим, я имел некоторые мучения, потому что, опять-таки, не понимал сначала, как ведут себя маркеры. Пытался делать достаточно много слоев, а бумага эта, она не предполагает такой техники. Здесь желательно рисовать от светлого к темному и желательно в 2-3 слоя, плюс уточнение уже линерами, либо наоборот. Вот, то есть как бы салатовый, вот такой вот глубокий синий. И лисировки серыми оттенками вкупе с коричневым дают, собственно говоря, такой вот интересный эффект. Вот, как будто бы полноценная гамма, на самом деле здесь буквально 3-4 цвета, и из зеленых один. Это, конечно же, не с натуры. Тогда я еще не очень горел идеей рисовать все и везде с натуры. Это я просто увидел интересную фотографию в интернете, и так как у меня был синий маркер и оранжевый, плюс серый, я решил, собственно говоря, использовать эту гамму. Ну, вот, собственно говоря, что получилось. Минут, наверное, на, не знаю, может быть, 15 работы. Опять-таки, не склеенный разворот. Вот эта картинка очень хорошо попала в мой наборчик. Оранжевый, синий. Синий по-оранжевому дают какой-то такой интересный оттенок в тенях. Салатовый с серым дают зелень. Ну, и какая-то там непонятная субстанция в виде серого на небе. Но, как мне кажется, такие работы тоже имеют место быть, и работать в ограниченной палитре весьма полезно. Это уже с натуры. Это веточка, точнее, я бы сказал, сучочек можжевельника, который мне подарил один мой товарищ, коллега с работы. Он до сих пор стоит у меня на столе в офисе. Ну, как мне кажется, удалось передать фактуру можжевельника. Пахнет он, конечно, чудесно. И опять-таки в своей гамме. Ну, какой был фон такой, покрасил. Вот здесь уже у меня появилась идея рисовать все вокруг. Не могу сказать, что я очень доволен этой картинкой, но это очень быстрая почеркушка и реально за завтраком. То есть какие-то там хлопья, трам-пам-пам. И я прям сел и быстренько нарисовал после завтрака. Большая зеленая тарелка. Мисочки уже пустые. Технически она мне не нравится, но такая достаточно яркая, забавная. Идеальное попадание сюжета в мой набор цветов. Да, кстати, еще был у меня бешено-розовый. Оранжевый, коричневый, бешено-розовый, флуоресцентно-салатовый. Оттенки серого и синий. Вот это я увидел на столе и не мог не нарисовать, потому что рисовал достаточно долго, пару часов. Непонятно зачем, хотя можно было быстрее, но опять-таки я искал тогда материал. Что мне здесь нравится? Мне не нравятся абсолютно мандарины, но зато мне очень нравятся вот эти блики. Они получились в некотором роде натуральные, потому что внутренняя часть вазы, она блестящая, то есть пластик блестящий, полированный. А внешняя часть матовая. И вот эти вот тени, точнее говоря, на просвет лежащие апельсины. Очень здорово. Мне удалось здесь передать вот эту вот фактуру матового пластика, а здесь блестящего, как мне кажется. Долгими зимними темными вечерами. Рисунок под лампой, очень стилизованный. Ну, что-то в этом есть. Сушечки. Люблю я обводить все по контуру. Хлебом не корми, да и все обвести по контуру. Вот в этом скетчбуке я пытался немножко от этого отойти. И работы старался оставлять все-таки без проработки. Хотя все равно здесь видно, что я не столько добираю тоном, сколько стараюсь все-таки привычным методом, скажем так, решить. Можно сказать, почти получился стеклянный камушек. Вот это очень интересная работа. Не с натуры. Увы и ах. Она сделана с фотографией, но фотография сделана с натурой. Я был в бане у своего друга и запечатлел момент. Очень колоритная была картинка. Это уже пришел набор китайских маркеров Touch New. Отдельно о них расскажу позже. В сравнении, допустим, с родными маркерами Touch. Корейскими. Здесь я могу сказать, что рисовать ими можно. Набора там 40, 60, 80 цветов. Конечно же, хватает для того, чтобы передать различные нюансы. Я не очень пока пользуюсь техникой смешения цветов. Мне все-таки больше как-то по душе такая графическая манера именно наложения послойного и лисировок. Поэтому не могу пока ничего сказать. Но вот с точки зрения разнообразия, имея большой набор цветов, можно решать совершенно другие задачи. Это тоже работа по фотографии. Такая некоторая стилизация. Здесь я пробовал микрокапиллярные ручки. Как мне кажется, это говорится. Стабело 88. Все их знают. Такие оранжевые. С цветными колпачками. К моему удивлению, я обнаружил, что они бывают чуть ли не 16 оттенков. Я нашел 12 в магазине. И вообще удивлен был. Конечно же, их купил и попробовал ими рисовать. Где-то выкрашивал сплошными плоскостями. Где-то пользовался такой интересной штукой, наложением штрихов. То есть здесь достаточно много оттенков. Голубые, салатовые, коричневые, оранжевые, серые. Очень интересный серый у них маркер. Очень красивый получается графика коричневого маркера. Я отошел немножко от черного. Интересная получилась картинка. Хотя, как это часто бывает, когда я что-то начинаю, мне кажется, что ничего из этого не получится. И вообще, как-то билиберда. Но, на удивление, потом что-то выходит годное. Это достаточно быстрая зарисовка. Хотя, вот здесь я немножко там что-то пытался, какой-то реализм осуществлять. Но вот здесь полная стилизация. То есть кружка кривая. Она квадратная. Но почему-то у меня не получилось. Это я рисовал на работе в обеденный перерыв. Здесь мы можем видеть очень быстрый скетч. Нарисовал я его после покупки книжки скетч на завтрак. Вдохновило, прямо скажу. Нарисован он на весу, стоя перед столиком на кухне. Прямо буквально вот все, что я видел, все рисовал. Не обращая внимания на композицию, еще на что-то. Только маркеры менял. Вернее, микрокапиллярные ручки стабил опять-таки. Ну, весьма интересно. Чайничек вот этот с моим отражением очень-очень забавен. Так, что у нас дальше? Дальше у нас ножик, которым я какое-то время очень хотел обладать. Это пенель французский. Но здесь мне нравится момент вот этого среза. И, собственно говоря, попытка передачи металла тремя цветами. Голубым, синим и серым. Ну, более-менее что-то такое образовалось, как мне кажется. Очередной скетчик. Было время, занимался я резьбой по дереву. Эту работу резал мой, скажем так, учитель в этом деле. А это салоночка моей уже работы. Она до сих пор стоит мне на кухне, я ей пользуюсь. Такая вот тетерочка получилась из липа. Очень приятно рисовать, кстати, дерево, как оказалось. Это не облака, это подставка для салфеток. Что еще рисовать, как не свои ноги, когда рисовать больше нечего? Достаточно долгое время эта работа была в карандаше. Хотя я практически никогда не рисую карандашом. Но здесь почему-то у меня был с собой только карандаш, и я нарисовал это все тоненьким карандашиком. И она, наверное, месяц-два просто так и жила. Мне не хотелось ее портить. Но потом сел как-то дома и просто, скажем так, от балды раскрасил ее, никуда не глядя. Ну, ничего, вроде не испортил. Вот такое чудо живет у меня в спальне. Я не помню, как это называется. Какое-то болотное растение. Может быть, женское счастье. Цветет он порой два месяца подряд. Тоже микрокапиллярные ручки. Здесь попытался я перспективу немножко, а-ля фотоаппарат, использовать с искажением. Это жалюзи, если кто не понял. Эта плиточка на откосе балконного окна. В общем, интересно получилось. Просто веточка мяты. Сидел за столом. Лежало оно у меня, сушилось. Решил запечатлеть. Здесь я уже использовал перьевую ручку с серыми чернилами. Точнее говоря, не черные, но почему-то выглядят серыми. Чернила статс профи. Интересные чернила. Стоят они копейки. А при этом, по некоторым параметрам, для рисования превосходят дорогие чернила. Это пришла первая моя перьевая ручка, которую я купил осознанно для рисования. Sailor Feud de Manon, который переводится в общих словах как вечная кисть. Ручка интересная, с искривленным в обратную сторону пером. Дает очень красивый широкий штрих и вообще разнообразный штрих, скажем так. Здесь я пока этого еще пока не понял, но вообще очень интересный инструмент. Здесь мы видим работу другой ручкой, которая пришла ко мне следом. Это Duke 551. Выглядит она очень пафосно и стоит дороже, чем Sailor. Но у нее еще более широкое перо и позволяет делать вот такие вот широкие прям заливки вот так вот пером. Большие достаточно там 3-х миллиметровые плоскости. При этом перевернув ее можно получать достаточно тоненькие линии. Вот допустим, вот это написано оборотом, а это залито прям плоскостью. Очень универсальный инструмент и интересный. Вот этот скетч мне очень нравится. Возможно в нем неудачная композиция, но он очень живой. И прям все объекты, они просто-таки ощущаются мной. В общем, был вдохновлен. Ну, это, конечно, полная галиматья. Я просто хотел быстренько попробовать, как ведут себя родные Sailor чернила Gentle, которые очень красивые, глубоко черные, с акварелью, плюс на малескине, на малескиновской бумаге. Ведут они себя отвратительно. Они прям моментально размазываются просто кистью. Текут, плывут и вообще ужас. Ужас, ужас. А вот это чернила Stats Profe за 60 рублей. На удивление они акварель держат. Чернила Jinhao китайские. Тоже более-менее, если уж прям упорото не возюкать водой, не тереть, точнее говоря, полусухой кистью, то, в общем-то, воду они держат, и рисовать по ним акварелью можно. Вот такой вот скетчик. Ожидание электрички на платформе. Раскрасил я его уже дома по фотографии, конечно, но очень интересно получилось. Это снег, зима, весна, март. Кухня. Кухня. Вот здесь можно наблюдать, опять-таки, заливку плоскостью пера. То есть перо имеет изгиб, и этим изгибом мы прикладываем просто пяточкой пера к бумаге, и помимо тонких линий можем получать такие прям обширные заливки. Очень удобно для скетча. Это, если кто не узнал, площадь трех вокзалов. Ну, в общем, тоже очень интересно. Каждый раз, я идя на работу, просто подмывает меня остановиться и порисовать, но трафик. У меня есть трафик. Никак пока больше не удается. Хотя сюжетов там, конечно, очень много. Просто буквально куда ни поверни голову, рисую не хочу. Вот рисунок ручкой Сейлор. Ручкой Дюк здесь натура. Сейлор у нас основной инструмент. Вот ее штрих. То есть, если ее перевернуть, она дает очень тонкие штрихи, а если рисовать ей как кистью, держа вот так, то есть не как мы пишем, а именно вот так вот, то ей можно получать прям очень классные линии. Они очень живые. И прям получаешь эстетическое удовольствие. Такое ощущение, что ты не бездушным маркером рисуешь, а прям каким-то супер древним инструментом. Вот опять-таки она же. Вот такие вот штукенции. Помимо тонких линий. И можно делать очень такие красивые прям штрихи как бы. И комбинировать какие-то вещи графические из небольших заливок. И потом прям буквально вот резных движений. Она позволяет очень здорово использовать. Конечно, в полной мере использовать инструмент. То есть он очень многогранный. Ну вот, собственно говоря, и все. Здесь остались какие-то задние странички. Опять-таки пробы маркеров. Подчеркушки. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Видео будут выходить регулярно. Надеюсь, вы получили удовольствие. Жду вас на канале. Пока.